Приветствую вас, дорогие мои! Пока налаживала камеру, меня с ног до головы облила волна. И это как раз в тему того, о чем я хочу поговорить с вами. Сегодня я хочу с вами поговорить о внутренней тишине, о покое внутри нас. И здесь, несмотря ни на что, на волны, шторм, какие-то, как нам казалось бы, негативные события в нашей жизни, которые происходят, мы имеем полное право оставаться внутри себя, в покое и в тишине. Что такое внутренняя тишина? Внутренняя тишина – это позволение себе быть гармоничными, быть тихими, спокойными, неосуждающими, не кричащими внутри себя, убрать все несогласия и противоречия, а соглашаться со всем, что есть и так, как есть. Внутренняя тишина – это не отсутствие мыслей. Это наблюдение за мыслью. Это отсутствие гонки за мыслью. Это отсутствие желания мусолить свою мысль, думать ее, обдумывать. Причем я ни в коей мере не призываю вас к тому, чтобы отринуть все дела и стать монахами и совсем соглашаться. Совсем соглашаться в действии не надо. Но совсем соглашаться внутри себя необходимо. Потому что любое событие, которое уже случилось, оно случилось. Оно такое, какое оно есть. И вам, чтобы правильно действовать, чтобы быть более функциональными, более продуктивными, прежде всего необходимо согласиться с тем, что есть, потому что это уже есть. И только после этого начинать исправлять. Давайте вернемся к внутренней тишине. Внутренняя тишина позволяет нам быть всегда спокойным. Внутренняя тишина устраняет стресс. И вот эти все кортизольно-адреналиновые реакции. Внутренняя тишина делает нас здоровыми и ментально, и физически. Внутренняя тишина позволяет нам открыть двери, ведущие в чертоге нашей интуиции. Давайте мы сейчас попробуем вместе с вами проверить, что такое внутренняя тишина. Я предлагаю вам сесть буквально на несколько минут, прикрыть глаза и начать дышать. И направить все внимание на свое дыхание. на вдох. Переход на выдох. Переход на вдох. Переход на выдох. Попробуйте посидеть так. Буквально минуту. Переход на выдох. 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 Открывайте глаза и посмотрите, как изменилось ваше внутреннее состояние. Посмотрите, как изменилось состояние вашего тела. И вот именно из этого состояния внутреннего спокойствия и тишины все наши действия, принятие решения, особенно очень важного решения. Все, что мы делаем, будет более продуктивным и функциональным. Вы, когда попадаете в состояние внутренней тишины, все больше и больше приближаетесь к своему истинному Я. Когда вы внутренне находитесь в тишине, все роли и все маски падают. Все обусловленности вашего сознания постепенно начинают исчезать. Вы очищаете себя слой за слоем, словно луковица. И именно там, в сердцевине, вы находите свое истинное Я, свои истинные желания, свои истинные цели и задачи. Я ни в коем случае не призываю вас находиться в этом состоянии целый день. Я советую вам в течение дня, когда вы вспомните, буквально несколько минут посидите в этом состоянии внутренней тишины, ни о чем не думая, ничего не планируя, ни с кем себя не сравнивая, не испытывая никаких страхов и ограничений. Просто посидите в этом пространстве. Это можно делать утром, вечером, днем. Это можно делать несколько раз в день, в любое время. Особенно в то время, когда вам надо принимать очень важные решения. Что ж, желаю вам успехов в этой практике. И пусть в вашем сердце всегда царит мир, любовь, гармония и божественная тишина. Я люблю вас, дорогие мои.